Привет, это Сёбы, Надька, не ж нуля, и ты понимаешь, что сейчас будет происходить. Я думаю, ты уже понял. Мы будем выживать, конечно же. Что ещё здесь делать? В общем, в комментариях к прошлой серии я почитал, что вот этого чувачка надо забрать с собой, вытащить его на волю, и там, на боли, я смогу с ним заниматься... Ну, как это правильно сказать? Дрессировать я его смогу. Вот. Я это читал в своём КПК, что, мол, если ты сможешь его надрессировать, то он будет выполнять какие-то команды. Ну вот сейчас мы это попробуем. Где этот пупсик? Да, кстати, я ещё грейвил ловушку сделал, надо её вытащить вначале куда-нибудь здесь. Вот сюда её ставим, неподалёку от нашего домика. Вон там домик. Здесь... О, пошло. Пошла рыбалочка. Всё отлично, теперь я вызволяю нашего пупсика. Давай, иди сюда. Эй, эй, вернись. Так, поиграть с рыбой. Давай поиграем. Откуда у меня печенье под водой? Ничего себе, подожди, давай ещё разок. Прикольно. Круто. Какой у него глаз интересный. Чё там, камень был? Он спрят... Он боится камней. Печеньку дашь или нет? Ещё одну. Покорми питомца, бедненького. О, новая анимация. Пощекотали глазик или тыкнули? Не понял. Ещё раз щекоточка. Чё насчёт приказать, перестать, что? Следовать. А, вот это я сейчас ему сказал типа стопэ. Чтобы он за мной не плавал. А теперь следуй за мной. Комон, комон, деточка. Плыви за мной. Ну, хорошо. А чё, если я его... А, вот я печеньком иду. Короче, теперь я его забрать не могу. Забрать себе в рюкзак и обратно в аквариум пускануть. Не могу, к сожалению. Теперь это вольная птица. Вольная рыбка, так сказать. Надеюсь, он будет плавать здесь, рядышком с домом. И никуда от нас не убежит. Всё-таки мы его подкармливаем, как-никак. А мы с тобой отправляемся в тот самый подземный кристальный лабиринт. Где мы были в прошлой серии. Но! Мой мореход не мог его пройти, поскольку... Воу-воу-воу! Что происходит? Чё это было такое? Странно как-то. Мой мореход имел только первый уровень погружения. А сейчас он у нас имеет второй уровень погружения. Это 600 метров в глубину. Так что мы можем себе позволить туда спуститься. Не знаю, хватит нам этого или нет. Так, чё это я отцепить хотел? Не-не-не, ничего, не надо ничего отцеплять. Зацепка. Вот. А ещё, кстати, пойдём я тебе покажу, что у меня в аквариуме творится. Я же туда никого не запускал, как ты помнишь. У меня там только пингвины были. А теперь смотри, тут пингвины и рыбки. И здесь тоже рыбки. Вот этот аквариум вообще был пустой. Сюда каким-то образом рыбы заплывают. Но это даже хорошо, потому что я этих рыбок потом могу достать отсюда и съесть. То есть даже не нужно выходить из своего морехода искать рыб, чтобы пожарить и пообедать. Ну всё, в общем, хорош болтать. Поплыли к этим кристальным пещерам. Так, вспомнили, где она только? Где-то неподалёку от дельты она была вроде бы как. Зашибись просто. Выбрался, называется, из своего морехода. Хотел поплавать тут на глайдере, поискать эти кристальные пещеры, а в итоге... Шесть, ты там поплаваешь. Хожу по морскому дну, как морской ёж. Хотя морские ежи не ходят. О, смотри-ка, цветочек какой-то неотсканенный. Давай отсканим. Чё нам терять-то? Жалко, нет у меня пульта дистанционного управления мореходом. Так бы сейчас подогнал его к себе, да и всё. Проблема решена. Но, походу, придётся самоубиваться. Чё, это самый простой вариантик. Эм, давай пробуем сюда сейчас спрыгнуть. Опа, больно. И вот сюда сейчас попробуем спрыгнуть. Опа-на. А теперь вот сюда. Ну почти, ещё чуть-чуть осталось. Ю-ху! И мы снова на мореходе. Это шикарно. Давай попробуем пониже спуститься на всякие пожарные. А то кто их знает-то. Вдруг я опять плавать. Не буду, а бегать по подводному дну. Вот, я выбрался. Отлично, мы плаваем. Всё хорошо. Глайдер, покажи мне путь вниз. А то я немножко потерялся. А то я немножко потерялся. Здесь точно не тот проход. Нам нужен другой. Кажется, нашёл я эту пещеру благодаря метке архитектора. Вот какого чёрта я не ставил свои метки? Надо было их понаделать кучу и оставлять. Но я же не делал, потому что не было места. Короче, буду теперь делать. Хотя зачем, когда я уже прошёл игру. В общем, всё, проехали. Сейчас доплывём. Я надеюсь, что плывём мы в правильном направлении. Вот это вот углубление. Нам именно туда. Знаешь, что я ещё забыл посмотреть? Какая глубина максимальная у нашего краба? Потому что если у него глубина не 650, то он же у меня прицеплен сзади. И когда я спущусь на нужную глубину, то он, возможно, скорюжится и сдохнет. Взорвётся. От жёсткого давления. Давай-ка сейчас пойдём и глянем, что у нас там по давлению... По глубине погружения нашего краба. Так, краб у нас может опуститься на глубину 700 метров. Отлично, это очень хорошо. Давай пристыкуемся обратно. Ага, шишку там был. Как бы нам теперь пристыковаться в таком положении. Возьмите нас, пожалуйста. Вот-вот-вот, захватите нас. Вот, отлично. Ну всё, теперь с спокойной душой можно отправляться на глубину. Главное здесь не запутаться. Вон я вижу базу архитекторов. Мы были там, а нам теперь в противоположную сторону надо. Ну вот сюда. Кристаллики, кристаллики. Чтобы не путаться, давай метку отключим. Это была метка ПК-8 или РК-8. Кому как угодно. На английском, на русском. О, смотри, 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 личинка лезет. Сейчас бомбанят. Сейчас мощный взрыв будет. Давай, давай, взрывайся. Я поставил его тут, чтобы меня не снесло нафиг. Вот, отлично. Всё, она вон туда. Если я, конечно, ничего не путаю. Будет обидно, если сейчас проплыву 100-500 метров и окажется, что не та пещера. А, нет, это она. Это она. Это та самая пещера. Вон уже эти кристаллы торчат. Шикарно. Всё, мы её нашли. Чудесно. Теперь включаем, значит, нашу импульсную атаку. Электроимпульс. Если к нам подплывет левиафан, мы его просто жбахнем и поплывем дальше. Ну, красавчик, где ты, чёрненький, тёмненький? Эй, утень. Тут тоже большая рыбка приплыла. Теперь мы с тобой на равных. Вон, кстати, вот эту штуку надо пособирать. Она нам пригодится. Главное, чтобы сейчас потихаря сзади к нам не подплыл левиафан. Так, дайте-ка я вылезу. Слушаем, слушаем, слушаем. Здесь вроде пока тишина, никого нету. Это хорошо. Свет выключу на вся... Ой, он у меня выключен. Свет выключу на всякий пожарный. Главное, нам теперь здесь не запутаться. Насколько мне писали в комментариях, нам нужно спуститься на самое дно. Именно там есть останки архитектора, после чего я смогу Алана собрать. И у него будет своё тело. Всё, я слышу левиафана, он где-то здесь плавает. Вон он, вон он, вон он, чёрненький хвостик его. Так, мы пока вот тут вот спрячемся. Он нас не должен задеть. Не должен достать. Опа, поймал. А мы включаем импульс и плывём дальше. Ай-яй-яй-яй-яй, застрял. Я сам себя в ловушку загнал. Всё, плывём глубже. Импульс у нас заряжен. Но у нас проблема с батарейками. 32% заряда. Нам скоро нужно будет их поменять. Ну давай, давай, давай. Проблема всё в том, что мореход у нас длиннющий. У нас ещё краб на хвосте торчит. И не так уж и просто тут протискиваться. Ну и, соответственно, скорость у нас тоже не такая уж и большая. Кажется, нам сюда. Вон там что это такое? Что это такое мигает? Это от архитекторов? А, нет, это... Как они? Короче, из этого мы батарейку можем делать. Забыл, как она называется, эта штука. Импульс у нас вроде заряжен. Но всё, огонь. Мы плывём ещё глубже. Я, конечно... Вон туда нам надо, кажется. Кажется, туда. Или не туда? Так, у нас на хвосте левиафан. Он прямо рёт. Опа, импульс ему. Хорошо. Шмотляет камеру, конечно, знатно. Анимацию не продумали. Но ничего. Ничего. Главное, чтобы нас не сожрали. В прошлый раз, когда я спускался тушкой своей, меня тут пожрали раза 3-4, точно. Внимание, достигнута максимальная глубина. Оп-оп-оп, всплываем чуть-чуть, всплываем. То есть мы на крабе ещё можем чуть-чуть здесь спуститься. Потому что у краба 700. На 50 метров ниже спуститься. Но у краба нету импульсной атаки. И если нас схватит левиафан, то будет нам больно. Скорее всего, краба сожрут. Просто-напросто. Так, возможно, нам даже вон туда надо спуститься. Так, крабик у нас ломается, ломается. Ой, точнее, мореходик. Надо всплыть. Всплыть и где-нибудь вот здесь вот остановиться. Так, я вроде никого не слышу. Надо починиться. А я могу, кстати, изнутри починить корабль? А? 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 Где у меня тут строительные инструменты? Точнее, ремонтный. Так. Неа! Лысые ёжики, блин. Почему я так не могу сделать? Чиним аккуратненько. Вроде тут спокойно. Затишься перед бурей. Как говорится, сейчас на меня тут сразу три левиафана. Как вылетит. Чинимся, чинимся, чинимся. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Пожалуй, я вот так вот сделаю. Что-то мне как-то очково. Тут где у меня аквариум? Вроде никого не видно. Вроде тишина. С этой стороны тоже ничего не видно, да? Там у меня краб есть, если что, с буром. А, точно, у краба есть бур. У левиафана, наверное, на бур будет начхать. Ему просто как пощекотать подмышки будет. Так, 456... 646... 456. Где я такую глубину видел? Бонон! Левиафан плавает. Задний ход. А нам, скорее всего, вон туда. Вон туда. Вот здесь вот давай проплывем. Да подожди ты, не пиши. Кристалл в этом месте сбивает мои сенсоры с толку. Но я все же чувствую, внизу что-то важное. Комплекс либо компоненты тела. Возможно, и то, и другое. Не могу сказать. Ну, значит, мы двигаемся в правильном направлении. Так, левиафан. Вон сзади. Я чувствую. Сейчас. Нате! Да-да-да-да. Вот где-то здесь вот я вот тоже чувствую. Аллан, я тоже чувствую эти сенсоры сигнала. Давай мы вот тут вот кверху подплывем. Подплывем вот так вот кверху. Здесь мало вероятно, что нас достанет левиафан. Тут слишком узко ему. Вот самому, к самому потолку. Так, тихо. Тихо. Вон он проплыл, смотри. Он просто проплыл, он не смог нас достать. Как бы мне теперь тут аккуратненько спуститься? Ну, не знаю, крабом жертвовать или нет. Ну, давай попробуем, что бы нет. Сделаю еще одного. Это же у нас все-таки Кайдзю. Он должен разбираться с такими... Ой. Ой. Никто нажимает. Он должен разбираться с этими левиафанами, как нефиг делать. Спускаемся вниз. Проблема вся в том, что я потом не знаю, как забраться наверх. Потому что может не хватить ускоритель. Ух ты, рыбка какая интересная. Я такой, по-моему, не видел. Ой, не то сделал, но... Подожди. Где она? Эй, рыбулечка. Дай я тебя возьму. А нет, я такую видел. Сканер бы мне сразу подсказал. Все, спускаемся вниз. Чертовы, кристаллы запутаться реально тут. Как нефиг делать. Садимся и пошли вниз. Надеюсь, я правильно двигаюсь. У нас совсем чуть-чуть. Так, ну давай сюда сейчас спустимся. Сколько это метров будет? 86, 80. Чуть-чуть. Все, это критическая отметка. Надо всплывать. Ну, как бы крабик нам тут не сильно-то и поможет. Угу. Океанит давай возьмем. Вот, отлично. Значит, теперь нужно понять, в каком направлении нам двигаться. Для этого мне нужно вылезти и взять глайдер. Вот тут вот крабика я оставлю. Мореход у меня вон там. Ладно. Берем, значит, глайдер и смотрим. А, вон она, пещера, смотри. Вон туда нам надо. Так, значит, поплыли. Тихонечко, аккуратненько поднищу. Черт, где он? Ладно, мореход здесь. Если я сдохну, мне не страшно будет. Я правильно же спускаюсь? Нет, я не в ту... Не в ту... Не в ту... Не в ту расщелину спустился. Мне нужно правее. Там такое огромное отверстие. Где-то вот здесь вот. Вот оно, вот оно, вот оно. Это отверстие. Вот это глубина. Слушай. Обалдеть. Но я плыву именно туда, куда ведет эта пещера. В другое место я плыть не могу. Опа. Я правильно плыву. Ой. Нет, тебя не надо. Камикадзе, тебя я не хочу видеть вообще. Ау. По шопе прилетела взрывчатка. Но не страшно. Где-то здесь должен быть проход в базу архитекторов. А вот она, собственно, наконец-то ее нашел. Алан, ликуй. Последняя часть тела твоя найдена. Заходим. Набираем кислород в легкие и бежим. Что же это за часть тела будет? Очень глубоко она расположена. Почти километр от поверхности. И очень здесь таинственно. И очень красиво, между прочим. Все такое фиолетовое. Вот это база. Она где-то с тормашками наверху расположена. Сейчас я тут пошлымдуй. Может, я что найду ценное? Хотя она вряд ли. Все самое ценное находится в базе архитекторов. Так что давай туда пошлымдали. Алан, скажи что-нибудь. А то мне одиноко и скучно и страшно. О! Снова эти роботы. А это что такое? Что это за картинка? Это внутренности. Это внутренности архитекторов. Так, 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 так. Сканер. Похоже на легкие нервную систему и почки. Да, это... А, нет, подожди. Вот это, возможно, легкие. Вот это желудок. А вот это почки. Ну, короче, не знаю. Давай сейчас отсканем. Сейчас Алла нам все расскажет. Составные части архитектора. Из просканированного материала можно будет изготовить генетические органы. Как первичные, так и вторичные. Наш проект предусматривает дублирование систем. Учитывая твое местоположение, я думаю, их еще можно улучшить. Твой отзыв принят во внимание. Ты просканировала все компоненты, которые нужны нам для создания носителя. То есть тела. Ты взволнован? С учетом доступных к твоим телехимических соединений, это можно приближенно назвать осторожным оптимизмом. Так, 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 подожди. Что-то я уже стал уходить отсюда, но я же хотел еще посмотреть. Мало ли, вдруг тут что-то еще есть. А почему тут, как бы, как бы, такое помещение? И вот для вот этой штуки всего лишь? Ну, как-то неразумно. Очень неразумно. А, это, знаешь, это как жесткие диски большие. Вот они тут лежат. А этот выковырен. Как будто его кто-то уже находил. Ну, допустим. Ладно. Короче, это огромное помещение просто как хранилище. Ну, тогда можно отсюда выбираться. Больше тут делать нечего. Теперь нужно понять, где Алана собрать. Надеюсь, нам Алан подскажет с этим. А мы отправляемся наверх. Вниз, 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 вниз. Вниз к дыну, 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 дыну. Фух, пронесло. Ай, больно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Меня жрут, но я живу. Фух. Так, я тоже, пожалуй, пожалуй, батончик. Вот так вот. Я выкрутился. Я красавчик. Вон он плавает. Кианид возьмем. Так, и потихонечку давай возвращаться к нашему мореходу. Блин, я думал, у меня сейчас сожрут. Но ничего. Полжопы откусили, но я жив. Аптечка выручила нас. Так. Вначале за крабиком. Вначале за крабиком, а потом к мореходу. Кайдзю, привет. Ты тут скучал? Я думаю, что ты скучал по мне. Главное, что тебя никто не сожрал. Теперь аккура... Аккуратно. Стоп. Пожалуй, я здесь посижу. Побурю что-нибудь. Надеюсь, я успею допрыгать до нашего... До нашего черныша. И он, кстати, стоит с задницей, стыковочной частью. И это мне на руку. Быстренько стыкуемся. Черт! Закончилась энергия. Значит, прячемся в кристаллы. Готовим энергию для прыжка. Все. Огонь. Давай, 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 давай. И сейчас подлетает Левиафан и перехватывает нашего кайдзю. Но нет. Все удачно. И все хорошо. Заходим, значит, в наш мореход. Фух. О, Аллан хочет поболтать. Ну давай. Мы собрали все необходимые компоненты, чтобы начать изготовление моего тела. Великолепно. Что дальше? Давай вытащим тебя из моей головы. Сперва ты должна отправиться в комплекс изготовления. Он скрыт на глубине. Комплекс изготовления? Значит, вы всегда рассчитывали, что вам понадобятся новые тела? Это стандартное медицинское учреждение. Медицинское учреждение, где твое тело просто заменяют целиком, когда оно износится, звучит не очень стандартно, как по мне. Это была исследовательская миссия чрезвычайной важности. Так кем ты был? Ученым, как я? Я и сейчас ученый. Так что случилось? Твоя команда нашла вакцину, а затем... Прошу тебя, Робин. У тебя все компоненты. Найди комплекс и изготовь тело. Хорошо. Но не думай, что я не заметила смену темы. То есть, получается, нам еще и нужно комплекс самому найти. Обалдеть, Аллан. Я думал, ты нам поможешь каким-то макаром. Выбираемся отсюда. Или не выбираемся? Где могла бы быть эта база-конструктор? Давай-ка посмотрим на все эти части тела Аллана. Они у меня где-то здесь должны быть. А вот они, органы. А, подожди. То есть, их еще изготовить нужно? Ленточник два штука. Ионный куб. Кианит. Ну, благо кианита я набрал достаточно. Алмаз, пласталевый слиток, полианилин. Что еще? Корневая пустола есть у меня. Синтетические волокна. Гелеобразный мешочек. У меня на базе его просто полно-полно. Ну, кстати, насчет ленточника. По-моему, его здесь тоже дофига. Вон, смотри. Вон там ленточник. Так, пополните запас жидкости. Точно. Надо прибухнуть немножечко водицы. Вот так вот. Так, ну, насчет всего остального нужно будет позапариться, поискать. Сейчас я отсюда вылезу, соберу ленточник этот. Там два штука вроде нужно было. Это кто орет? Или мне кажется, что кто-то орет? Во, тут дофига ленточника. И это нам на руку. Хоп. Давай, собирайся по-быстренькому. Нам тут задерживаться нельзя. Сожжут же. Та-та-та-ра-та-та-та. Вроде пока никого, ничего не видно. Это на руку. Значит, вполне сейчас мы можем сделать... Вполне-вполне. Так, а давай мы, знаешь, что сделаем? Вот так вот. Вполне мы можем сейчас сделать легкий. Скорее всего, это легкий. У нас есть ионный куб. Так, ионный куб есть. О, рыбка. Можно тебя приготовить. Сейчас мы это тоже и сделаем. Запутался в своем мореходе. Да что-то... Надо было поровнее его поставить. Под углом неудобно ходить. Жарим, значит, вот эту рыбку. Она уже стухла. Надо ее съесть. Стухлую рыбу же можно есть? Да, можно, она норм. Так, теперь попробуем изготовить легкие. А-а-а. А я не могу их здесь изготовить. А, для этого нам и нужно медучреждение архитекторов. Видимо, там я их буду изготавливать. Хорошо. Полианилин мне нужен. Как мне его сделать? Вот, пониалинин. Золото и соляная кислота. Соляная кислота у нас делается. Молодой хлопковый анимон, который я не знаю, где достать. Отложение соли. Ну, в принципе, не проблема найти. М-м-м. Так, у меня соли тут есть. Соль есть у меня на базе, если чего. Ладно, давай отсюда выбираться. Главное, понять бы, куда, в каком направлении нам плыть. Еще надо не сломать окончательно наш мореход. А то будет очень некруто. Черт, он, походу, сейчас сможет сломаться. Черт, 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 черт. Вот тут наверх, наверх, наверх. Давай, мореходик, мореходик. Сейчас будем чиниться с тобой, пупсичек. Черт, застрял. Ну, как так можно-то? Че ты застреваешь? Давай, 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 давай. Фух, вот так, норм. Вот так, норм, стой. Стой, не двигайся. Сейчас я починю тебя быстренько. Где этот строительный инструмент? Так вот. Готово. Так, значит. Как насчет рубить карту? Где нам тут выплывать? Жалко, конечно, у морехода нет своей карты, как у глайдера. Это очень помогает. Куда нам лучше? А, ну так вот, мы правильно плывем. Вот через эту пещерку сейчас проплывем. И там будет подъем наверх. Ну, наконец-то мы выплыли из этих пещер. На поверхность практически. Еще 200 метров, и точно будет поверхность. Значит так. Куда мы направляемся? А Шиш его знает куда. Добрались до дома, наконец-то. Давай-ка подзарядим наш мореходик, потому что у него 7% осталось. Чудесно. И пойдем посмотрим, что у меня есть на базе. Из тех материалов, которые нам требуются. Надеюсь, что, по крайней мере, корневые эти капсулы у нас точно есть. Должны быть. Так, значит. Тут у нас чего? А, не Шиша. А тут у нас... Во, 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 вот они, вот они. Корневая пустола есть у нас. Ну что ж, я думаю, что на сегодня мы закончим, потому что в следующей серии мы соберем все эти ресурсы и будем делать Алана. Ну, а если тебе понравилась эта серия, то не забудь поставить лайк и подписаться, если ты еще не подписан. А я буду ложиться спать, хотя кровать я убрал. Надо будет еще сделать. А, вон, пойдем пожьем еще. Водички надо пополнить запас. Еще у меня по фруктам. Орехи. Давай сожжем. Вот эти перцы. Давай сожрем. Отлично. Ну, в общем, повторюсь еще раз. Подписывайся и не забывай ставить лайки под видео. А я с тобой прощаюсь. Пока. Увидимся в следующем видео. Продолжение следует.